Здравствуйте, мои дорогие подписчики, а также зрители канала Life2. Меня зовут Надежда, и сегодня я сделаю общий расклад на тему новой работы. Параллельно объясню, почему на моем канале расклады, например, на новую работу, либо расклады на новые отношения, не так часто, как на отношения, которые уже сложились, на проблемные отношения, либо на расставание, на паузы в отношениях. Дело в том, что работу каждый день мы не ищем, я думаю, с этим вы согласны, и не меняем работу каждый день. То же самое с новыми отношениями. Мы не каждый день встречаем нового человека, чтобы задаваться каждый день вопросами по поводу того, что получится с ним, не получится, этот, либо тот. А проблемы в существующих отношениях могут случаться не то, что каждый день, могут случаться каждый час. И в соответствии с этим, в соответствии с запросами моих подписчиков я нередко, я иногда делаю вопросы в сообществе, какую тему, какой следующий расклад сделать. И, конечно, тема отношений, она всегда превалирует. И, соответственно, на отношения расклады это 80% моих раскладов, работа, бытовые ситуации, новые отношения. Соответственно, остальные 20%. Я думаю, здесь четко понятно, и я думаю, вы понимаете, почему так складывается на канале. 4 позиции, 4 знакомых уже вам сосуда с фиолетовым, с зеленым, с прозрачным и с голубым камнем. Почему я называю сосуды, уже кто-то написал мне, почему вы называете сосуды. Потому что для меня, например, здесь кубок, здесь амфора, здесь чаша, здесь ваза. И, соответственно, как-то одним словом, кроме как сосуда, я называть не могу. Выбирайте. Кто-то уже выбирает стандартный свой сосуд, кто-то цвет камня выбирает, кто-то определенную позицию, кому как удобно. И вопрос, собственно, новая работа. Новая работа здесь может быть, которую вы еще присматриваете для себя и хотите понимать перспективы. Также новая работа. Это может быть работа, на которую вы только-только устроились и хотели бы для себя понимать, что там может быть. Какие перспективы. Итак. Работать буду по схеме, поэтому вопросы я буду озвучивать. Тот нечастый случай, когда я беру конкретный расклад с конкретными вопросами. На отношения я люблю все-таки смотреть без позиций именно то, что идет от карт. Итак, позиция номер один. Сосуд с фиолетовым камешком. Давайте будем смотреть. Итак, ситуация сейчас, ситуация на данный момент, которая сложилась вокруг вас. Ну, здесь действительно, здесь уже есть четкое, либо четкое понимание, что нужно что-то менять и браться за что-то новое, либо ситуация, которая сложилась таким образом, что уже новое вы взяли. Нашли новую работу и готовитесь к тому, чтобы выйти на работу. Здесь может быть ситуация, что вы уже начали работать. Так или иначе, понимание, да, что это новое, либо надо начинать, либо вы уже начали здесь. Здесь даже карты дополнять не буду. Давайте. Что сопутствует тому, что вы столкнулись с этой ситуацией, которая называется новая работа. Ну, здесь состояние могло предшествовать тому, что, например, вы уже выработали свой ресурс на предыдущие работы. Я люблю такой образ назвать выражением «уперлись в потолок». Когда понимаете, что уже дальше на этой работе вы ничего не достигнете, когда понимаете, что уже какой-то карьерный рост, какие-то перспективы, они закрылись. То есть максимум из того, что вы могли получить на данной работе, вы уже получили, и становится скучно, неинтересно. Также эта карта может говорить о том, что в целом разочаровались в какой-то деятельности. И ту же зло здесь говорит о том, что, возможно, даже здесь кардинальная смена работы, потому что увидели перспективы в чем-то новом. Захотелось, например, вы всю жизнь работали в торговле, а тут вам стало интересно работать в сфере туризма. И вы думаете, почему бы нет. Также здесь ситуация абсолютно точно подойдет для тех, кто в том числе долгое время находился без работы. В силу, например, декрета, в силу, например, того, что не было возможности выйти на работу, и состояние, что мне уже стало скучно, я чувствую себя ненужным, подталкивает вас на поиск работы. Давайте посмотрим ту сферу, да, ту сферу, либо ту конкретную работу, которую вы для себя выбрали. Насколько вы ей соответствуете, да, насколько вы специалист в этой работе. Башня. Сейчас, подождите. Смотрите, для того, чтобы полностью ваши ожидания оправдались, здесь не хватает опыта. Возможно, вы действительно взялись за сферу, которая абсолютно новая для вас, и она может вас разочаровать тем, что вы будете понимать, что для того, чтобы достигнуть какого-то успеха, для того, чтобы начать зарабатывать, например, ту сумму, которую анонсирует работодатель, вам нужно подучиться, либо вам нужно подождать. Здесь может быть такая ситуация, что вы приходите, вас берут, а по итогу здесь оказывается, что, допустим, работодатель заявил, что ваша зарплата будет, например, 100 тысяч рублей, а вы понимаете по факту, что для того, чтобы зарабатывать 100 тысяч рублей, вы должны как минимум полгода работать на полную мощь, доказывать какие-то результаты, выдавать какие-то результаты для того, чтобы потом произошла переоценка, и вам стали выплачивать те деньги, на которые вы изначально шли. Разочарование в этой работе даже некоторое будет, потому что здесь все равно включен режим ожидания. Либо надо будет ждать время, либо надо дополнительно какими-то навыками обладать и пройти, возможно, какое-то дополнительное обучение, либо переобучение, переподготовку, правильно. Поэтому здесь смотрите сами. Давайте посмотрим, что если все равно вы идете на эту работу, кстати, здесь не только работа по найму, не только работа в коллективе, здесь может быть, например, открытие собственного бизнеса, открытие собственного дела. Поэтому те, кто идет в коллектив работать, я смотрю отношения с коллегами, те, кто идет в самостоятельное плавание, здесь я смотрю работу, взаимодействие, точнее, с конкурентами. Потому что так или иначе, вы коллеги. Ну, здесь не совсем будет такая приятная ситуация, сказать, что вас примут с распростертыми объятиями. Нет, конечно. Да, что если бизнес здесь, то здесь понятно, какой бизнесмен согласится с тем, что будет здесь конкурент, который готов браться, которому уже надоело бездействовать, и который даже при условии, что готов ждать, учиться, вкладывать. Конечно, здесь ситуация, что никто не потерпит сильного игрока на одной и той же территории. Если же мы говорим о коллегах, в коллектив, в который вы приходите, то здесь ситуация, да, что отношения напряженные, отношения накаленные. И радовать вас это не будет. Не знаю, что у вас будет не так. Возможно, вы произведете впечатление человека, который может кого-то подвинуть. И конкуренция здесь, опять же, может быть. Может быть здесь ситуация, что в целом бывает коллектив такой, как змеиное гнездо, да, что все друг друга поедом едят, и никакого удовлетворения здесь, собственно, искать не приходится. Отношения с начальством. Следующая позиция. Какое у вас будет отношение с начальством? Если же не в коллективе работа, а вы бизнесмен, то здесь отношения с самим собой. Как вы себя будете оценивать, как вы себя будете чувствовать? Отношения с начальством. Отношения с начальством здесь самая правильная в данном случае карта. Это карта справедливость, когда вас будут оценивать ровно по той работе, которую вы будете делать. Будете работать хорошо, будете выдавать ожидаемые результаты, соответственно, отношение будет ровное. Будете косячить, будете вести себя не совсем адекватно тому стилю, который сложился в коллективе, значит, и отношения будут соответствующие. Если здесь речь идет о вашем собственном бизнесе, то здесь такое, что сегодня я молодец, я много заработал, и все супер, а завтра, допустим, я поленился встать и поехать на важную встречу, и ничего не заработал, ну, значит, я нехороший. Нехороший организатор самому себе. Справедливо здесь красноречиво говорит обо всем. Какая будет зарплата? Какой будет доход? Здесь, опять же, видите, здесь все будет зависеть от вас. Конечно, здесь могут быть моменты, потому что Макс здесь обратной стороной стоит. Здесь могут быть моменты, когда немного будет умаление ваших качеств, ваших результатов, да, но в целом здесь вот по тому, что вы будете делать, вот именно так вы и будете зарабатывать, что если будете полностью вкладываться, будете соответствовать ожиданиям, требованиям, значит, и зарабатывать будете столько. Здесь может отыграться у многих работа с дельного характера, да, когда мы выдаем за единицу времени определенное количество единиц товара. Здесь может быть работа от выручки, работа на какую-то, я не знаю, процентную ставку. Здесь будет все зависеть от вас. Точно так же касается своего личного дела, да, вот ровно как вы вложитесь, ровно как вы будете стараться вкладываться, ровно то и будете получать. Какие вы будете получать эмоции от вашей работы? Вам это будет нравиться, да. Несмотря на башню, которую мы видели, которая не совсем, да, предполагает, что будет все хорошо, проблемы будут, да, моменты будут, что зачем я, собственно, вообще сюда сунулась, либо сунулась. Но, тем не менее, сама работа, то, что вы будете делать, вам будет нравиться. Возможность карьерного роста на данной работе, либо возможность выхода на другой уровень дохода, если вы свое собственное дело открываете. Пашмичей. Здесь, смотрите, здесь, сразу скажу, для тех, кто бизнесом своим собственным планирует заниматься, здесь все будет зависеть от вашей собственной выдержки. Тут, похоже, конкуренция и та ниша, которую вы для себя выбрали, она занята. Здесь приходится, придется расталкивать локтями. Вот насколько хватит вашей силы воли, насколько хватит вашего терпения, вашей смелости. Настолько вы и будете продвигаться. Если же мы говорим о ситуации, когда вы наемный работник, когда вы приходите в коллектив и там есть возможность карьерного роста, то здесь все будет, конечно, зависеть от другого человека. Но неприятно здесь в том, что, возможно, вы не захотите дополнительно получать какое-то образование либо дополнительно получать какие-то навыки. И другой ваш конкурент, более предприимчивый, более, может быть, такой, который в очень хороших отношениях с начальством, может вас подвинуть. Здесь шикарного карьерного роста я не вижу, потому что, если в коллективе, то не совсем красивые ситуации там могут быть. про то змеиное гнездо, в котором я говорила. Поэтому, может быть, прежде чем к этой работе приступать, поизучайте людей, с которыми вам придется работать. Там слабые, сильные стороны. Кто претендует на какое место и что вы можете предложить взамен. И давайте посмотрим перспективы. перспективы в целом данной работы. Ну, смотрите, как ни странно, здесь срок в целом около полутора лет, в которые вы поменяете деятельность, поменяете работу, либо откроете, если частный предприниматель, например, вы сворачиваете то, что вы начали, и открываете что-то новое вот совсем под другой оберткой. Поэтому для предпринимателей, кто открывает свое новое дело, здесь перспектив для роста гораздо больше, конечно, нежели чем для тех, кто идет в работу по найму. Здесь перемена работы. Ну, перемена работы здесь со знаком плюс. То есть поиск новой работы, которая будет более благоприятна. Возможно, вы также здесь вырастите, либо вы поймете, что не получается дальше карьерного роста, подворачивается новый вариант, который благоволит к тому, чтобы и карьерный рост получился. А может быть здесь по звезде вы найдете в течение полутора лет работу мечты, которую хотелось. Работа мечты может быть разная, в том числе, наконец-то превратить свое хобби в бизнес. Срок, я уже сказала, где-то в течение полутора лет. Вот такой был первый расклад. Всем спасибо, кто отпишется по данной позиции и прокомментирует, даст обратную связь. За обратную связь я всех всегда благодарю. И пожелания, которые вы мне говорите, мысленно вам в двукратном размере посылаю. Я, конечно, о положительных. Если негатив, пусть человек остается со своим негативом дальше. Итак, позиция номер два. Зеленый камешек. Итак, ситуация на данный момент, что способствовала, либо что предшествовало тому, что вам понадобилась новая работа. Перемена работы. Потому что все надоело. Потому что здесь уже набиты были шишки. И причем шишки здесь летели не только, например, что вы где-то ошибались, сделали что-то не так. А здесь также с подачей других людей. Здесь девятка жезлов. Такая обратная сторона, да. Что здесь в любом случае участвовали другие люди. И каждый раз здесь был такой режим ожидания. Прилетит, не прилетит. Не знаю, подставит, не подставит. Оклевещут, не оклевещут. Поэтому здесь, естественно, я вторую позицию понимаю, почему здесь приходится менять работу. Если здесь позиция, вы понимаете, что нечто вам захотелось, крыльев каких-то вам захотелось, новых вершин, то здесь это точно не ваша позиция. Здесь ситуация такая, знаете, некого загнанного зверя, который уже устал бороться, который уже устал отбиваться от всех людей, от всех нападок. И такое состояние безысходности, когда я уже... Я устал, да. Мне надоело. Потому что все вокруг, все вокруг так и стараются дать тычка или пинка. Что сопутствует тому, что вы ищите новую работу? Что сопутствует? Сопутствует... Вот восьмерку жезлов в данном случае я расшифрую как вот свобода. Обретение свободы уже. Хочется спокойно работать, хочется работать в удовольствии, хочется вот больше воздуха. Здесь я в этой карте воздуха не вижу вообще. Поэтому я и сказала, да, состояние загнанного зверя, причем какой-то такой душной ловушки. Хочется пространства больше. Здесь новая работа также может быть связана с тем, что вы хотите более активную работу. Например, вы работали... Вы работали работой сидячего характера и надоели вам проблемы, например, с позвоночником, с ногами. Потому что пассивная работа здесь не только позвоночник, здесь задействованы суставы, все, вам хочется расшевелиться. Какой вы работник? То же самое, опять же скажу, здесь и касается тех, кто бизнесом начинает заниматься, да, что работа по найму уже надоела, осточертела, и вот хочется собственной свободы, хочется распоряжаться своим временем самостоятельно, без начальников, без будильников. Полная свобода. Какой вы работник? Какой вы претендент на данную работу? Либо какой вы бизнесмен в той сфере, либо в той нише, которую вы для себя выбрали? Ну, вы человек, который ответственности не боится. Вы человек, который, если что-то взвалил на себя, то он будет тащить до конца. Потому что ответственность это самое первое качество, которое вы для себя определяете в плане работы, что если я это взял, то я это должен довести до конца. Здесь вторую позицию, хочется сказать, браво, такие люди не так часто встречаются, как хотелось бы, которые, если берут ответственность на себя, то они несут ее до конца. Больно ли, тяжело ли, я доведу до конца, а потом я уже буду думать, что с этим делать, менять, не менять, либо оставаться в этой попряжке дальше. Ваши отношения с коллегами, если вы по найму идете в коллектив, либо если это собственный бизнес, то ваши отношения, собственно, с коллегами по цеху, с вашими прямыми конкурентами. Ну, здесь, знаете, как ни то, ни сё. Здесь двойка мечей, это всегда такая карта, вот она для меня 50 на 50, если мы говорим касаемо каких-то бытовых ситуаций или касаемо каких-то рабочих ситуаций. Сказать, что будет такая вот полная удовлетворенность, вот влившись в этот коллектив, я не могу сказать. Да, будут плюсы, минусы тоже будут. И вы будете стараться уравновешивать вот эти два меча. В крайнем случае, где-то надо, вот вы проявите открытость, где-то не надо, вы закроете, чтобы вас не трогали, либо чтобы не создавать самому себе проблем. Точно так же и в бизнесе. Будете понимать, куда стоит лезть, куда не стоит, с кем стоит побороться за какое-то теплое место под солнцем, вот, а с каким игроком связываться, собственно, здесь и не стоит. Отношения с начальством, если вы в коллективе, либо отношения именно с самим собой, если вы решили выйти в частное предпринимательство, в свой собственный бизнес. Да, вот какой вы сам для себя будете начальник. Здесь хочу сказать, что здесь прекрасное отношение будет. Если вы открываете свое собственное дело, вы открываете бизнес, то, соответственно, вы будете радоваться тому, что вы наконец-то сделали вот этот шаг. Финансовая независимость, которую вы почувствуете, которая не будет зависеть от настроения начальников, как это бывает, от того, что опоздали вы, не опоздали, вас будет радовать, вас будет стимулировать. Если же мы говорим о работе по найму, то здесь отношения, когда вы оба будете друг другу довольны. Но здесь я не сомневаюсь, потому что вы человек, как я уже говорила, который ответственный, которому, если дашь дело, вы его выполните. Поэтому и начальство здесь будет довольны. Хочется поздравить данных начальников в этой позиции, что им достанется очень надежный работник. Какая будет зарплата, либо какой будет доход на этой работе, либо в вашем начинании. Сейчас, допустим, но смотрите, здесь вы, конечно, своего не упустите. Здесь все, что касается и бизнеса, вы будете всякие лазейки использовать, вы будете использовать всякие какие-то, не знаю, там, манипуляции или махинации. У вас будет куча идей, как можно увеличить свой доход. Точно так же здесь, если вы будете работать в коллективе, вы будете знать, на кого, например, накляузничать, какому, не знаю, там, руководителю, там, подмазаться. То есть здесь такая хитренькая, очень позиция, что да, ответственности это вы с себя не снимаете, что вы работу свою будете выполнять. Но параллельно с этим будет такой вот хитрый ход с вашей стороны, который будет позволять вам получать те деньги, которые вы хотели бы. Сказать, что вы будете там без денег, и зарплата будет маленькая, нет, но здесь очень-очень большое именно ваше вложение в ту сумму, скажем так, которую вы будете получать. Прекрасная здесь вторая позиция, конечно. Ваши эмоции от работы. Ну, что-то вы скучать будете. Сейчас посмотрю, почему здесь будете скучать. А, ну смотрите, если, если мы говорим о людях, которые начинают свое собственное дело, вам будет хотеться, конечно, больше. Вы будете полностью понимать перспективы данной ниши, либо данного направления. Вы будете понимать ресурс, и вам будет хотеться быстрее, быстрее, быстрее достигнуть определенного порога. Но мы все знаем, что нет ничего хуже, чем ждать и догонять. Вот это вот ожидание будет вас немножечко угнетать. Примерно то же самое здесь и для тех, кто по найму. Вы будете смотреть на других, более, может быть, высокопоставленных ваших коллег, и будете понимать, что вы в целом тоже можете претендовать на... как это правильно сказать, да. Тоже будете претендовать, будете понимать, что вы соответствуете, да, и можете претендовать на то место, которое занимают они. Вы точно так же можете получать столько же, сколько они, но для этого нужно время, это нужно ждать, и вас будет угнетать. Но целенаправленность или целеустремленность здесь, у второй позиции, здесь такая вот очень мощная, очень яркая. Вы четко понимаете, что вы хотите, как вы хотите, и вы можете даже не гнушаться какими-то, вот как я говорила, интригами для того, чтобы зарабатывать больше, получать больше, чем, например, люди, которые будут стесняться. Возможность карьерного роста, если вы идете в коллектив, либо возможность выхода вот за другие рамки, нежели вот те, с чего вы начнете, если мы говорим о бизнесе своем собственном. Здесь есть и карьерный рост, здесь есть и бизнес, но здесь, видите, все должно исходить от любви к своему делу. Вот насколько вы будете с любовью, с эмоциями, с положительными эмоциями вкладываться, насколько вы будете вот свое дело любить, либо свою работу, здесь все будет зависеть именно от желания и от тех эмоций, которые вы будете получать от того, что вас, допустим, повысили, повысили в должности или повысили в зарплате. здесь, кроме как любите свою работу и делаете то, что вы делаете, и будет вам все здесь, по-другому я не скажу. Ну и давайте перспективы данной работы. Здесь постепенный-постепенный рост. Здесь дополнять даже данную карту не буду. Рыцарь Пентакли. Пентакли уже сами за себя говорят, что деньги будут, заработки будут, и здесь постепенное-постепенное движение в гору. Это касается и работы по найму, и опять же, да, вот если мы смотрим Королеву Кубков и Рыцаря Пентакли на карьерный рост, да, он здесь возможен для вас. Если вы готовы вот медленно-медленно развиваться, медленно к этому идти, здесь не получится быстро, к сожалению, но если вы от этой идеи забраться на ступеньку повыше не откажетесь, а то и на несколько, значит, все получится. То же самое бизнес, да, что если вы будете готовы работать и понимая, да, вот видите, вот о чем мы говорили, да, что вот может быть больше, но оно вот медленно развивается, что если вы готовы терпеть, вы все получите, потому что Рыцарь, в конце концов, по итогу, он приходит к Королю Пентакли, когда все хорошо и с деньгами, и с положением. Вот такой был второй расклад. Буду благодарна за обратную связь, особенно те, кто уже начал работать. что вы думаете по этому поводу, мне будет интересно. Итак, позиция номер 3, прозрачный камень. Ситуация сейчас, что предшествует, либо предшествовало тому, что вы сейчас меняете работу, либо подыскиваете работу, либо открываете свое собственное дело. Данный расклад, вначале я не говорила, но я говорю в каждой позиции, что здесь и для своего собственного начинания расклад тоже подходит. Итак, ситуация, которая сейчас предшествовала, что либо способствует. Ну, здесь для того, чтобы жить лучше, для того, чтобы позволять себе больше. И здесь люди в третьей позиции, которые не готовы довольствоваться малым, которые не готовы работать на одной работе годами и получать одну и ту же зарплату. Потому что здесь люди, которые живут по принципу, чем больше я зарабатываю, тем, соответственно, мои запросы начинают расти больше, больше, больше. Это неплохо. Это, наоборот, хорошо. Здесь речь о целеустремленных людях, которые готовы менять в своей жизни определенные аспекты для того, чтобы можно было жить с каждым разом на более и на более широкую ногу. Что сопутствует этому? Ярое желание двигаться, ярое желание внести адреналин и внести драйв в свою жизнь, в свою ситуацию. Троечки здесь молодцы. Здесь люди амбициозные, которые знают, что они от этой жизни хотят, которые не боятся брать и делать, которые не будут сидеть на пятой точке для того, чтобы какой-то добрый дядя либо добрая тетя принесла на блюдечке с голубой каемочкой все земные блага. Здесь люди, которые понимают всю ответственность. Ответственность, которая заключается в том, что если я не сделаю, значит, я буду сидеть в опе. Если я буду делать, значит, я буду получать результаты. Здесь все здорово. Давайте смотреть, какой вы работник, если вы идете в коллектив. Даже не какой вы работник, насколько вы соответствуете той работе по уровню знаний, по опыту, по своим навыкам, которые основные, дополнительные. Либо, если вы открываете свое собственное дело, насколько вы правильно понимаете ту нишу, ту деятельность, с которой вы собираетесь работать. Итак. Ну, здесь больше показывается ваше внутреннее состояние, что уже надоело, надоело так. Все, я хочу перемен. Я хочу уже начинать что-то делать для того, чтобы что-то случилось. Здесь ситуация, знаете, которая не говорит о том, что какой вы, не знаю, руководитель для самого себя, если это бизнес. Здесь не говорится о том, какой вы работник, работник, если вы идете в коллектив. Здесь вот так вот, очертя голову, что все, я вот это буду делать и будь что будет, уже надоело. Вот это состояние вот такой вот распластанности, состояние убитости настолько огнетает, что сколько можно. Кто я? Человек, да, там или вошь ползущая. Давайте я еще добавлю десятку мечей. Да, здесь, здесь отыграется по-разному, да, кто-то соответствует, кто-то не соответствует, но здесь человеком движет больше эмоциональный фон, потому что я не хочу так, как было, я хочу по-новому. Я устал, либо устала жить, так, как я жила раньше, и поэтому мне нужна теперь хорошая такая доза адреналина, и поэтому я буду делать вот то, что я себе решила, да, новая работа, либо собственный бизнес. Не раскрою я вам, не скажу, нету здесь в третьей позиции ответа для вас по поводу того, что, вот насколько вы соответствуете. Здесь люди рисковые, которые, видимо, руководствуются принципом кто не рискует, тот не пьет шампанское, что если меня не устраивает, значит все, кроме меня никто не сделает мне хорошо. Все, я беру и делаю, а дальше посмотрим. Ваши отношения с коллегами, если мы говорим о коллективе, в который вы приходите, если это о своем собственном деле, ваше отношение с вашими коллегами по цеху, то бишь конкурентами. Так, тоже, ну здесь борьба. Соответственно, если вы бизнесмен, здесь понятно, что, похоже, нишу вы решили взять такую, где ваших конкурентов много, и здесь для того, чтобы получать результат, либо о себе заявить, здесь придется толкаться локтями. И то же самое здесь, если вы идете в коллектив. Там, видимо, коллектив сам по себе подобрался довольно амбициозный, и каждый будет тянуть одеяло на себя. Здесь я была бы пятеркой мечей, я бы сказала, здесь готовьтесь к интригам, к подставам, но нет, здесь, к счастью, пятерка жезлов, которые говорят, что здесь некая такая конкурентная борьба, причем это даже и внутренняя такая борьба, которая будет давать вам, знаете, какую мысль, что если я сейчас не поборюсь, то, собственно, ну зачем я сюда шла, да, мне нужна эта борьба, поэтому я здесь померяюсь какими-нибудь, не знаю, органами, извиняюсь за выражение, ну вот здесь вот так, здесь по-другому я сказать не могу. Отношения с начальством, если вы в коллективе, а если вы открываете свое собственное дело, то здесь, собственно, с самим собой, да, насколько гармонично вы себя будете чувствовать, как себя будете оценивать. Итак, начальство, что у нас? Ну здесь скупые такие отношения, здесь сказать, что начальник будет душа такая нараспашку, которая будет, ой, там новый работник, ой, какой ты молодец, нет, здесь просто так поголовки не погладят. И рассчитывайте на то, что здесь, даже если вы будете выдавать супер-пупер результаты, лавровый венок вам на голову здесь тоже не оденут. Сухое, но в принципе стабильное, нет ничего лучше, чем стабильность, да, стабильность это признак мастерства. И поэтому здесь такие ровные, сухие, спокойные отношения с начальством. И если вы сам себе начальник, здесь точно так же спокойное отношение к самому себе. Да, я теперь сам себе начальник и собственно на этом точка. Какая зарплата на этом новом месте? Либо на какой уровень дохода вы здесь можете рассчитывать, если вы открываете свое собственное дело? здесь, смотрите, здесь конкуренты будут в любом случае, что в работе, в коллективе, что в работе по бизнесу. И здесь будет ситуация кто кого. здесь будут ли кляузы в коллективе? Да, скорее всего, которые могут, ну, скажем так, снижать эту зарплату, которую вы должны получать. Если вы открываете свое собственное дело, то здесь точно так же кляузы, например, по поводу проверок, чтобы вас проверяли и, соответственно, деятельность на какое-то время приостанавливается и вы находитесь в каком-то состоянии, да, вот в таком, что теперь делать. Здесь могут быть конкуренты, которые примут немножечко другую стратегию и заинтересуют ваших потенциальных покупателей либо клиентов на какое-то время. Здесь, опять же, борьба, борьба, борьба. И результат здесь будет, здесь две фигурные карты, между ними паж жезлов. Кто на одной стороне будет выигрыш, кто на другой стороне. Поэтому, ну, не даром здесь карта пятерка жезлов, которая говорит о том, что это будет конкурентная борьба, когда вам придется заявлять о себе. Эмоции. Эмоции. Какие вы будете получать эмоции от этой работы? Знаете, какие эмоции? Все враги, все вокруг враги, но я им покажу. Сказать, что вы там опустите ручки, там сложите лапки и будете тихо плакать в подушку, нет. Наоборот, даже вот это какая-то стимуляция такая адреналиновая, потому что нужно воевать, что не придется здесь спокойно или не получится здесь спокойно. Сеть вас будет как-то стимулировать. Да, будет момент, когда вам подставят подножку, но тем не менее вы опускать руки опять же не будете. Вы упали, быстро поднялись и, соответственно, сделали подножку другому человеку, который сделал вам. Ну, третья позиция здесь крайне интересная. Что за работу вы выбрали, я не знаю. Напишите мне, пожалуйста, мне дико интересно. также здесь интересно мне и если вы открываете свое собственное дело, что за ниша, что за сфера, потому что здесь сегодня я тебя, завтра ты меня. Никто не победил, но мы боремся. Возможность карьерного роста, если вы идете в коллектив и возможность выхода за новый рубеж, тот, который вы для себя отметили, если вы будете заниматься частной деятельностью. Да, здесь, смотрите, здесь будет карьерный рост. Для тех, кто работает в коллективе, здесь вам стоит сразу же уже налаживать отношения с тем человеком либо с той персоной, которая может поучаствовать в таких кардинальных переменах, которые ознаменовываются повышением по карьерной лестнице. А если же вы находитесь в ситуации, что вы открываете свой частный бизнес, свое собственное дело, то здесь можно выходить за новые рамки, но здесь нужно будет брать для себя партнера или компаньона. Если не партнер, не компаньон, то все равно какие-то сторонние инвестиции, которые вас поддержат, которые помогут расширить то мероприятие, которое вы затеяли для себя. И перспективы развития работы либо бизнеса. Насколько плодотворны все, что вы здесь затеяли для себя. Извиняюсь, что долго мешаю колоду, потому что она, как видите, двусторонняя и я работаю с обеими сторонами карты, поэтому я их тасую и переворачиваю. Это дольше, чем с обычными колодами. Итак, перспективы. Ну, перспективы здесь такие, смотрите, прям быстрых таких, либо больших денег здесь не получится. Сказать, что вы будете амбициозно развиваться, опять же, самостоятельно, нет. здесь все указывает на то, что зарабатывать будете, в целом борьба вам будет нравиться, оценивать себя будете здесь адекватно. Но сказать, что прям больших денег вы здесь заработаете, даже если вы перейдете на другую должность, здесь я не вижу такое ожидание или, не знаю, скорбящие такие чувства, потому что можно было бы и больше. И точно так же для тех, кто занимается либо хочет заняться бизнесом, что амбиции они всегда, что всегда хочется больше, но здесь вам прям будет тоскливо. Возможно, здесь с оглядкой на конкурентов, которые занимаются тем же самым, что и вы, но успех у них будет больше. Давайте еще дополним здесь. Но здесь опять же, видите, все в ваших руках. И здесь вы можете и направление сменить, здесь вы можете сферу сменить, здесь вы можете тактику борьбы сменить, здесь, знаете, когда семерка мечей выходит в таких раскладах, здесь всегда говорится о том, что вот именно ваша хитрость, именно ваша такая вот прозорливость или пронырливость, она вам очень поможет, сыграет хорошую службу. Не важно, придется ли вам пойти кому-то по головам, либо подпилить кому-то стул. Здесь вы должны четко соответствовать своим собственным амбициям. Боитесь, значит, не стоит. Если не боитесь, то действуйте. Это у нас третий расклад был. Буду благодарна за обратную связь. То, что такие расклады я делаю не так часто и не совсем понимаю отклик. Ну и расклады на работу, собственно, смотрят не такое большое количество людей, как, например, на отношения. Позиция номер четыре. Голубой камушек. Камешек. У меня несколько было комментариев, когда я спросила, если на канале филологи, как будет правильно. Собственно, камешек это правильнее, камушек это больше такой простонародный способ называния, обзывания данного предмета. расклад не только для тех, кто смотрит новую работу по найму в коллектив, но также расклад для тех, кто открывает свое собственное дело. Итак, ситуация сейчас, что предшествовало либо предшествует тому, что вы озадачились тем, что вам нужна новая работа, либо что предшествовало тому, что вы уже нашли новую работу, либо открываете свое собственное дело. Амбиции здесь, хочу сказать, здесь человек, который хочет загореть зажечь, здесь человек, который хочет показать, какой он яркий, какой он крутой, какой он, допустим, суперспециалист, либо супербизнесмен, которые, знаете, руководствуются, хочу сказать, такой вот цитатой, что «Если вы не верите в меня, наблюдайте». Вот это четко подойдет для этих людей, которые руководствуются той цитатой, которую я произнесла сейчас. Зажгу так зажгу. Что сопутствовало или сопутствует? Некий такой застой, который уже надоел, который хочется расшевелить и который, знаете, сложился понимание того, что я же могу больше, я же могу быть звездой в прямом смысле. и почему я топчусь на месте? Все, мне надоело, я пошла дальше либо я пошел дальше. По-другому я здесь не скажу. Кому не подходит, кто пошел от безысходности, что надо, например, заниматься чем-то. Я долго была в декрете, мне теперь нужна хоть какая-то работа. Здесь данная позиция не подходит, смотрите другие позиции. Здесь четко, что я сейчас возьму, я сделаю и все обо мне узнают. какой вы работник, да, если вы идете в коллектив, либо какой вы предприниматель вот в той нише, в которую вы сейчас идете. вот башню здесь буду трактовать так, я всех порву. Неважно, чего мне это будет стоить, неважно, какие шаблоны я порву в самом себе, либо в самой себе, я всем докажу, я разрушу тот образ, которым меня видели и видят окружающие, и я докажу им обратно, что я другой, я или я другая, я мощная, я сильная. Башня здесь в данном контексте, в сочетании, да, у нас уже была башня в другом раскладе, но здесь я так или иначе смотрю и сочетание карт и поток, поэтому здесь я всех порву и все, и всем докажу. Браво! Когда мы верим в себя, когда мы понимаем, что мы можем кому-то что-то доказать, нехорошо, конечно, кому-то что-то доказывать, нужно доказывать самому себе, но когда люди в нас не верят, а мы понимаем, что, ну, подождите, дайте мне небольшой срок, вы увидите, вот это достойно похвалы, особенно, когда результат превосходит все ожидания и ваши в том числе. Ваше отношение с коллегами, если вы идете в коллектив или ваше отношение с конкурентами, если вы занимаетесь частной предпринимательской деятельностью. Здесь все хорошо, здесь сугубо такие, знаете, формально-финансовые отношения, здесь я не вижу склог, здесь я не вижу борьбы, здесь я не вижу скандалов, здесь все тихо, спокойно работает, никто никому здесь вообще не мешает, здесь каждый зарабатывает ту сумму, которую он зарабатывает, в принципе, здесь какой-то зависти, здесь каких-то подвохов, здесь я не вижу, здесь спокойная, ровная работа. Ваше отношение с начальцем, если вы идете в коллектив, либо ваше отношение к самому себе, внутренняя гармония, да, какой я начальник, если вы занимаетесь частным бизнесом, давайте посмотрим. Далеко-далеко идущие, скажем так, руководство будет видеть ваше стремление, ваш напор, ваши амбиции, ваш настрой, и в целом здесь будет поощрять. Здесь отношение, которое вам может быть даже, будет позволено гораздо больше, чем нежели кому-то из других коллег ваших. Если же мы говорим о том, что ваша новая работа это ваш новый бизнес, здесь то же самое, у вас будет дух захватывать от того, что вы это делаете, вы ступили на такую дорогу, взяли ответственность на себя, что вы отвечаете за само себя, что если я работаю, значит я зарабатываю, если я не работаю, я не зарабатываю. И здесь такое вдохновение от того, что я делаю, я свободен, мне нравится то, что я делаю. Какая зарплата, если вы идете по найму и какой доход, если вы будете заниматься, вы занимаетесь частным бизнесом. Частным своим собственным я имею ввиду. думаю, всем понятно. Итак. Король жезлов карта всегда хорошая, которая говорит, да, доход будет, но здесь будут определенные сложности, трудности. при деньгах будете, зарабатывать будете, но в определенный момент вы будете понимать, что выше определенного дохода, либо выше определенного потолка вы прыгнуть не можете. это может быть и на какое-то время, что вы понимаете, что теперь до новой должности вам теперь еще работать три года, и вы будете понимать, что по-другому не будет, здесь надо ждать, я с этим ничего сделать не могу. Либо если это бизнес, что сейчас я вышел на определенный доход, и больше него я не получаю, берете динамику, смотрите, месяц назад столько, два месяца назад столько, сейчас столько же, и будете понимать, что вот он пока потолок, который вы достигли, и большего пока вы не сможете достичь. Вот это будет угнетание. Сейчас здесь добавлю позицию, будет ли прорыв вот в этом неком финансовом болоте, но это финансовое болото не со знаком плюс, при деньгах вы будете, но здесь такая нехорошая стабильность, что из раза в раз будете получать одну и ту же сумму, плюс-минус, но она не будет значительно разниться. Будет ли прорыв? Но здесь своими собственными силами, своим разумом, своим подходом, своей волей, своей целеустремленности, да. Да. Если здесь мы говорим о бизнесе, вот здесь вот только ваша мобильность здесь вам поможет. Если мы говорим о работе по найму, вот опять же ваш интеллектуальный вклад в эту работу поможет вам зарабатывать больше. Не знаю, докторскую степень вы получите или кандидатскую степень, раз, и увеличится опыт наконец-то или стаж работы накапает для того, чтобы снова увеличить. Вот здесь вот так. Эмоции от работы либо от той деятельности, которой вы будете заниматься. Ой-ой. Знаете, какие эмоции? Постоянное желание будет, что больше я хочу больше, больше, больше. И эмоции что делать, с кем побороться, с кем повоевать. Ну, да, что здесь башня-то и была, что я всем докажу, я всем докажу, что я не тот, за кого вы меня принимали. Но эмоции здесь будут пограничные в любом случае. То будете за голову хвататься, не зная там, где, например, денег взять, чтобы закупить новую партию товара, допустим. Либо что еще сделать, чтобы больше зарабатывать, да, чтобы уровень дохода пошел вверх. Ну, настроить здесь боевой в любом случае. Я здесь не отказываюсь от своих слов, что здесь вот такие бойко настроенные люди, что я вам всем устрою. Возможность карьерного роста, если вы идете в работу по найму, либо возможность выхода за определенный рубеж, если вы занимаетесь частным бизнесом своим собственным. Насколько вы вот сможете быть хитрецом, вот настолько здесь будет зависеть. Здесь, что если мы говорим о работе по найму, что если сможете кому-то стул подпилить, да, пожалуйста, кого-то подставить. Семерка мечей это карта коварная очень, это карта некрасивых ситуаций. И в бизнесе точно так же, что если вы сможете сделать какой-то некрасивый шанс, я не знаю, оклеветать там конкурента, там, я не знаю, пораскидать там, я не знаю, отзывы в каких-нибудь, в какие-нибудь блэклисты для себя создать ситуацию, когда вы вот прям лучше всех. Здесь, да, здесь все будет зависеть от вашей хитрости, от вашей манипуляции и от вашей сделки со своей собственной совести. Ну и перспективы, перспективы данного мероприятия вообще в целом. Здесь, знаете как, здесь вы добьетесь определенного потолка, в котором вы потом в дальнейшем либо согласитесь работать, либо придется что-то кардинально менять. Потолка вы добьетесь стабильного. И в принципе можно будет сказать, что можно будет на этом и ограничиться. Но уже понимая, какие передо мной люди в четвертой позиции, вряд ли вы согласитесь долгое время вы терпите вот такую стабильность, что допустим вы поставили себе в свое время цель там допустим я не знаю там зарабатывать полмиллиона. Вот вы его начали зарабатывать и все, вы на этом успокоились. Нет, конечно. Но потолок здесь будет. Вы до него будете идти, вы пройдете период, когда будет застой, вы из него вырветесь посредством своих каких-то действий. манипуляцию примените, но потолок здесь все равно будет. Поэтому что делать дальше, я думаю этим вопросом вы озадачитесь после того, как вы достигнете реального потолка, в котором вы уже будете понимать, что все, вот эту нишу либо эту работу я уже исчерпал, я достиг такого результата и к сожалению большего уже не будет. Буду ждать обратной связи, мне интересно очень, что вы думаете по этому поводу, насколько у вас отыгрывается. Ну и собственно на сегодня все, до встречи в новых видео, всем пока-пока.